Я вас приветствую на моём подкасте «Клуб полуночников». Сегодня мы с вами поговорим о, безусловно, величайшем актёре, в первую очередь, жанре ужасов – Кристофере Ли. Но поговорим мы о нём в свете его подвигов во Второй мировой войне, а также его участие в специальных секретных службах, что ли сказать, по выслеживанию и ликвидации нацистских преступников. А точнее, является ли это всё фантазиями и выдумкой сэра Кристофера Ли? Дамы и господа, добро пожаловать в «Клуб полуночников». Сэр Кристофер Ли – выдающийся актёр с карьерой, насчитывающий, кажется, почти уже семь? Семь, да, десятилетий работ в кино. Он славится своими незабываемыми ролями, такими как, конечно же, Дракула, Граф Дуку в «Звёздных войнах», Колдун Саруман во «Властелине колец» и сотнями других фильмов. Однако, его служба во времена Второй мировой войны остаётся объектом интриги, полным сомнений и вопросов. И сегодня мы углубимся в этот загадочный мир военной службы Кристофера Ли, разберёмся в доказательствах или опровержениях окружающих его военную историю. А вы знаете, мне Кристофер Ли всегда напоминал такого персонажа, как граф Калиостром. Может, вы знаете его, это великий мистификатор. Судите сами, у него породистое происхождение. Мать – итальянская графиня, и она происходила от императора Священной Римской империи Карла Великого, чью арию Кристофер Ли позже потом исполнял уже в преклонных годах на хэви-метал-альбоме. Также его мать была в родственных связях с генералом Робертом Ли, я имею в виду генерала конфедерации. Это тоже в США происходило. Сам Кристофер Ли очень любил вставлять себя и своё присутствие в известные исторические события, эпохально, в которых он жил, например, о том, что якобы в 20-х годах прошлого столетия он повстречал князя Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича, которые убили Распутина. Например, в 17 лет он присутствовал на казни убийцы Огейна Вайдмана в Париже, последнего человека во Франции, которого публично казнили на гильотине. Чем-то мне Кристофер Ли в этих воспоминаниях скорее напоминает Дункана МакКлауда из сериала «Горец», если вы понимаете, о чём я. В сериале его впихивали во все известные исторические события. Очень многое говорит о человеке не только его голубая кровь, но и высокомерный характер, который он мог приступить лишь в преклонном возрасте. Актёр очень любил всегда роскошь, дорогие предметы интерьера, искусство недоступное для покупки простым смертным в виде коллекционирования. А ещё он очень любил деньги. Ну, с деньгами понятно, кто их не любит. И опять же, все эти рекорды книги Гиннесса с его участием, замеры и силы его голоса, демонстрация его якобы навыков полиглота. Ладно, ну не смешите меня. Да, он мог изъясняться на французском, немного на немецком и немного на итальянском языках. Но, простите, знание пары слов или фраз на русском не делает с его слов знатоком русского языка. Боже, как забавно было наблюдать, когда на съёмках «Властелина колец и хоббита», если помните, все эти бывшие мальчики, а тогда уже молодые мужчины, сидели вокруг него и с раскрытыми ртами слушали все эти его истории о его секретной службе, которой вдохновлялся чуть ли не сам Йен Флеминг, автор Джеймса Бонда. И в итоге сдался сам Питер Джексон. Ещё на съёмках, кажется, «Третья властелина колец», когда Кристофер Ли учил его, как правильно выдыхает убитый в спину ножом человек. Ну, конечно же, Питер Джексон сдался, он тоже слышал все эти легенды про секретные миссии Кристофера Ли. Вот так прелюдию я вам закинул, правда? Ладно, давайте приближаться к сути. Наверное, следует начать с того, что карьера Кристофера Ли в кино, в мире кино началась, начала потихоньку набирать обороты, где-то в конце 40-х годов, подняв уже далее его к вершинам славы ролей Дракулы и других запоминающихся персонажей. Но именно его военная служба во времена Второй мировой войны всегда оставалась и остаётся объектом споров и неясностей. Возникают вопросы, вполне резонные, о достоверности этих вот его военных рассказов. Добровольчество во время Финской зимней войны 1939-1940 годов это факт или вымысел. Если вы знаете, в возрасте 17 лет Кристофер Ли ощутил как бы внутренний призыв служить, когда Европа оказалась в водовороте практически Второй мировой войны. И он утверждал, что добровольно пошёл на службу в финскую армию во время советского вторжения в Финляндию в 1939 году. Однако достоверность его рассказа вызывает сомнения. Например, историк Гай Уолтерс выразил очень сильные сомнения в отношении рассказа Кристофер Ли. Подчёркивая именно сомнительность его участия, Уолтерс указывает на разночтение, отмечая, что лишь около 200 человек из 8500 британцев добровольно пришли на помощь финнам во время зимней войны. И это произошло почти за год до того времени, когда, как утверждает Кристофер Ли, он служил. Кроме того, есть обоснованные сомнения в том, что приняла бы финская армия школьников на боевые задачи. Идём дальше. Переход Кристофера Ли в состав Королевских ВВС. В 1941 году, после смерти своего отца от воспалений лёгких, Кристофер перешёл из ополчения в состав Королевских ВВС. Его путь привёл его через начальную подготовку и британскую программу военного обучения в Содружестве Наций. Он прошёл обучение на самолётах в Южной Родезии. Однако его проблемы со здоровьем, а точнее со зрительным нервом, помешали ему стать лётчиком. Но он, не утратив решимости, всё-таки нашёл альтернативный путь и попал в разведку, где достиг звания лейтенанта. Я имею в виду, что он не летал, а находился, например, в штабе и делал не шифровку, шифровку, пройдя курсы для обучения искусству анализа разведданных. Далее его военная служба привела его в Египет во времена Североафриканской кампании и позже уже в Италию в рамках союзнического вторжения. Именно в это время военные рассказы Кристофера Ли начинают вызывать, ну прям, очень серьёзные сомнения. Кристофер Ли на самом деле сделал ряд очень смелых и дерзких утверждений о своей военной службе, заявляя о своей принадлежности к специальному авиаотряду SAS SAS, далее пустынному отряду LRDG и специальной оперативной службе SOE в качестве связного офицера. Эти рассказы охватывали миссии, включая уничтожение немецких самолётов, проникновение за вражеские линии и участие в освобождении Сицилии. Я уже молчу о физических ликвидациях после войны беглых нацистских преступников. Ну, наверняка все вычитали эту информацию, якобы Кристофер Ли там уничтожал беглых нацистов. Многие себе даже представляли, как это примерно выглядит. Кристофер Ли там кинозвезда международного уровня ездит по съёмкам, а в перерывах, подобно Джеймсу Бонду, проникает на аргентинские виллы бывших докторов смерти, там безумных извращённых жён надсмотровщиков концлагерей и казнит их своим графским клинком в спину, предварительно допросив с пристрастием. Все эти его утверждения и рассказы были подвергнуты тщательному исследованию историками, в частности Гэвином Мортимером. Мортимер предполагает, что хотя Кристофер Ли и не придумывал свою службу с нуля, но он мог её очень-очень сильно преувеличить. Основной вопрос заключается в отсутствии конкретных документальных доказательств, подтверждающих его вовлечённость в такие элитные военные части, как САС или ЛРДГ. Он также отмечает, что «временным членам этих спецподразделений никогда не было запрещено откровенно говорить о своих операциях». И один из участников опубликовал вполне спокойно свои подробные мемуары аж в 1948 году. В то время как Кристофер Ли однажды уклонился от ответа дать подробный рассказ о том времени, он заявил буквально следующее, что им якобы запрещено в настоящем и будущем распространяться об этой секретной службе и их заданиях. Как он сказал, считайте, что я служил в спецназе, а там люди, которые прочитают эту информацию, пусть сами додумывают, что хотят. Движемся дальше. Споры вокруг расследования немецких военных преступлений. Кристофер Ли также утверждал, что он выслеживал немецких военных преступников как член Центральной реестровой службы военных преступлений и подозреваемых в безопасности, сокращенно Кроу-Кэсс. Эта организация была создана Верховным союзным экспедиционным ведомством аж в 1945 году с целью выявления лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений во время Второй мировой войны. В 1947 году Кроу-Кэсс опубликовал четырехтомный список людей, подозреваемых в совершении военных преступлений в период с сентября 1939 по май 1945 года. Союзным нацистским охотникам списки Кроу-Кэсс стали известны как «Библия нацистского охотника». Да, вот такое вот название. Всего в списках фигурирует или фигурировало более 60 тысяч человек. Однако его рассказ о том, как он браво и хладнокровно выполнял свои обязанности, совершенно не соответствует тому, как это делали все члены этой группы Кроу-Кэсс. Кристофер Ли утверждал, что он лично ловил немецких преступников, вел жесткие допросы, а затем передавал их властям чуть ли не живыми или мертвыми. Это вызвало сомнения, так как, например, все британские представители этой организации работали только в офисах, а не в полевых условиях. Только офисы. Несмотря на то, что он был актером, известным своей способностью точно сыграть роль, он все же увлек нас в мир военных мифов. Вопросы, окружающие военную службу Кристофера Ли, продолжают оставаться без ответов этой, я еще мягко и уважительно сказал. Историки военной службы уже начали подвергать сомнению его утверждения и утверждают, что не существует документальных доказательств и подтверждений его военных подвигов. К тому же, очевидное нежелание Кристофера Ли, объясняющееся якобы скромностью и «да ладно, чего уж там было и было», при жизни добиваться официального подтверждения от этих военных организаций и ассоциаций, уже после сделанных им интервью и рассказов на разных, к примеру, конвентах, поднимает серьезные вопросы относительно его заявлений военного времени. Отсутствие такого подтверждения добавляет еще большей двусмысленности его рассказам о войне. Повторюсь, все его рассказы о работе в секретной службе идут вразрез с официальными процедурами. Кроме того, его имя не фигурирует в официальных списках или при опросах оставшихся в живых ветеранах этой организации. Величественные и героические истории военной службы часто составляют важную часть личных рассказов ветеранов войны. Однако, с течением времени и нарастанием популярности подобных рассказов, как, например, частые интервью, особенно после рождения второй популярности Кристофера Ли, я имею в виду трилогии «Властелина колец», «Звездных войн», «Хоббита», наблюдается тенденция к приукрашиванию и даже фантазированию о событиях военной службы. Почему многие ветераны склонны приукрашивать свои истории? Фантазии о военной службе обычно связаны с увеличением собственных подвигов и достижений. Некоторые ветераны могут утверждать, что они выполняли героические действия, которые не соответствуют действительности. Это может включать в себя рассказы о масштабных операциях, сражениях и личных подвигах, которые далеко не всегда соответствуют правде. Так почему же ветераны могут склоняться к приукрашиванию таких вот историй? Мотивацией могут быть различные чувства, включая даже стыд и неудовлетворенность. Ветераны, которые считают свою военную службу менее впечатляющей, могут стремиться усилить свою роль в военных событиях. Вообще фантазии о военной службе не являются новым явлением каким-то. Даже во времена Первой и Второй мировых войн существовали случаи украшения военных подвигов и создания героических историй. Однако появление специальной авиационной службы SAS в качестве объекта фантазии после ее известности, пронесенной например участием в осаде посольства Ирана в 1980 году, изменило сценарий приукрашивания фронтовых заслуг. И ветераны SAS стали вожделенной целью для тех, кто мечтает о более впечатляющей военной службе. Именно поэтому, возможно, сэр Кристофер Ли, известный актер, также не остался в стороне от этих фантазий о своей военной службе. Он утверждал, что выполнял действия, которые не соответствовали действительности ни в коем образе. И, как я заявил ранее, многие из его утверждений вызывают серьезные сомнения у историков и профессионалов. Все эти рассказы годятся разве что для конвентов «Звездных войн», да в качестве интервью на бонусы к DVD-дискам «Властелин колец». Фантазии о военной службе могут быть поняты, но они также подчеркивают важность, честность и уважение к настоящим героям войны. Ветераны, действительно совершившие подвиги, заслуживают признание и уважение за свои реальные достижения. И нет никакой необходимости украшать или фантазировать о своей военной службе. Мне до конца непонятны мотивы, лежащие в основе приукрашенных военных историй Кристофера Ли. Они для меня остаются неясными. Нет, различные предположения на основе его интервью и биографии ясно указывают мне, конечно же, на такую причину, как, в том числе, желание возвысить его личное наследие или привнести героизм в историю его жизни. Но, независимо от мотива, все эти заявления в профессиональной среде, конечно же, бросили тень на его авторитет и репутацию. Вот такие вот мысли сегодня пришли на ум после моих изысканий и небольшого расследования. Оставляйте ваши комментарии по поводу этого, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, конечно же, бросайте донаты, чтобы был мотив и дальше радовать вас или огорчать такими расследованиями. Всем пока! До встречи в эфире!